Нерентабельная производственная экономика. Что-то мы обсуждали сегодня, организационные причины, что-то все знают, финансовые причины, что-то там, ВТО, еще чего-то, ВТО мне смешно, потому что все проблемы с ВТО решаются девальвировать церебря на 15%. Если рубль сейчас девальвировать на 15%, то у нас условия будут лучше, чем до вступления ВТО. Но это нужно делать. Нужна какая-то экономическая программа. Если мы хотим заниматься импортозамещением, этим нужно заниматься. И частичная девальвация туда может войти вместе со всякими нетарифными методами защиты. Ну, например, все, соответственно, иностранные йогурты обменить в том, что это не йогурты. Писать на них, соответственно, как писать не молоко на том, что из порошка делают, и что не стесает, а, значит, сгнивает молочный напиток и т.д. и т.п. Ну и все. И покупать их не будет. На самом деле ничего не делается вообще, в принципе. В этом смысле, собственно, об этом и был разговор по поводу назначения председателя Центробанка. Вопрос был о том, будет Россия защищать отечественные принадлежащие или нет. И назначение председателя Центробанка вот в этой режиме, принято решение в ближайший год даже к этому вопросу не возвращаться. Не будет защищать отечественные принадлежащие. Это неправильно. Это нелиберально. Вот. Соответственно, логика незабвенного Егора Тимуровича Гайдайра, получившего в народную кличку Рюдоев еще в начале 90-х годов, она очень проста. Итак, для того, чтобы у нас все было замечательно, нам нужны иностранные инвестиции, для чего нужно снижать отечественные принадлежащие? Я много раз пытался спорить с нашими либералами, объясняя, что любой инвестор, его интересует только одна вещь. Может ли он получить возврат на вложенные инвестиции? И как он их выполнит? Значит, никакая Роснефть, по определению либераловне, эффективная, государственная, под чутким руководством Игоря Ивановича Сечина, не испугала компанию BP, которая с ним заключила долгосрочный стратегический договор. Потому что откуда возврат, понятно. А если возврата нету, то дальше начинается объясняться. Вот в Водовосе приезжает какой-то, я не получаю этого слова, Дмитрий Александрович Медведев, и разговаривается с иностранными инвесторами, публично, под камерой. А почему вы к нам не идете? Инвесторы говорят, ну, Дмитрий Александрович, инвестиционный климат у вас не очень. Ну, просто можно сразу же сказать, ты идиот, но как-то не палит коллега. В результате у нас постоянно растет импорт. Постоянно растет импорт, падает производство, сокращается сфера оборота рубля. Соответственно, даже если предположить, что мы новые деньги в экономику не вбрасываем, то у нас в этой ситуации должна быть инфляция естественным образом. А на это накладывается плановое повышение тарифов естественных монополий. Почему растут тарифы? Тоже все понятно, потому что, соответственно, всем жить хочется, а дальше, соответственно, идет накрутка по соответственным результатам. Мы говорим, типа, у нас инвестиции, мы инвеститорам надо возвращать. Самое главное. Результат, значит, последняя попытка борьбы с инфляцией, Центробанк в лице Игнатьева и Набиули, который его поддержал тогда, очередное сжатие денежной массы. Результат мы уже сегодня видим. Его еще не видят. Народ его не видит. Путин, но статистики она уже есть. Падение перевозок металлопроката по заказам комбинатов железобетонных изделий и домостроительных комбинатов в январе 18%, по сравнению с январем 2012 года, в феврале минус 20%. Что это означает? Это значит, что инвестиционный цикл 2013 года в строительстве не запущен. Это означает падение нашей экономики на 5-6% в основном в 2012 году. Ну и, соответственно, по цепочке. Это пока цепочка не видит, потому что до нее еще не дошло. Но дойдет в апреле, в мае, в июне. У меня была встреча с оконщиками. Оконщики говорят, у нас сезонный подъем заказов с 1 марта было много лет. В этом году, они у меня были 11 марта, нету новых заказов. Как мы по зиме стояли на минимуме, так и стали. Вот это то, что нам ждет. Все. Все. Все.